Здравствуйте, дорогие читатели! Городская детская библиотека имени Евгения Степановича Коковина подготовила для вас ритуальную экскурсию «Путешествие по Северному Кавказу». Продолжим наше путешествие с Республики Башен. Именно так называют Ингушетию, самую молодую и самую маленькую республику в Российской Федерации. Башен здесь действительно много. Более полутора тысяч. Больше всех их сохранилось в горной части республики. Строились башни не просто так. Народ Ингушетии постоянно подвергался нападениям кочевников. Ингушам требовалось прочное высокое укрепление, где они могли бы спрятать свои семьи и дать отпор в лагу. Небольшое количество башен сохранилось и в столице Ингушетии, в городе Магасе. Магас – маленький уютный городок с населением 18 тысяч жителей. Город основан в конце 20 века. В 2000 году он стал столицей Ингушетии. В переводе с ингушского слова «Магас» переводится как «город солнца». И это не случайно. В столице Ингушетии дождливых дней почти не бывает. В Магасе находится самый высокий в мире этнографический музей. Он расположен в самой высокой Ингушской башне, которая носит название «Башня Согласия». Ее высота – 100 метров. На нижних этажах музея размещены экспозиции и картины, на которых в аналогическом порядке показаны истории республики. На верхнем этаже расположился зал заседаний Совета Старейшин. Наверху башни Согласия вы найдете смотровую площадку, с которой открывается великолепный вид на город и окрестности. Визитной карточкой республики считается Мемориал памяти и славы, который был открыт в 1997 году в городе Назрань. Это крупный мемориальный комплекс, который посвящен важнейшим памятным датам, трагическим и торжественным событиям в истории республики Ингушетия. Из гостеприимной Ингушетии мы отправляемся в соседнюю республику, в Северную Осетию Аланию, и посетим город, который часто называют Кавказским Санкт-Петербургом – Вадикавказ. Вадикавказ – столица республики Северная Осетия Алания. Он располагается у самого подножия гор, и практически из каждой его точки открываются восхитительные виды на заснеженные вершины. Украшением Вадикавказа является набережная, которая тянется вдоль горной и очень шумной реки Терек. Город вырос на месте русской крепости, заложенной в конце XVIII века. Долгие годы оставался крупным экономическим центром Северного Кавказа. В наше время Вадикавказ – красивый, уродный город, каждое здание которого хранит в себе многовековую историю. Осенью 1942 года в ходе ожесточенных боев на подступах к Вадикавказу была сорвана последняя попытка немецко-фашистских войск прорваться Грозному и Баку. В городе можно увидеть множество монументов, скульптурных композиций, памятных знаков, посвященных событиям Великой Отечественной войны. 8 октября 2007 года Вадикавказу было присвоено звание «Город воинской славы». Из Вадикавказа мы отправимся в знаменитый Гаванский каньон, возраст которого насчитывает несколько тысячелетий. Окруженный альпийскими лугами, окрашенными в ярко-зеленый цвет, каньон поражает своей величавой красотой. Горделивые горные вершины, затянутые легким туманом, стрелами вонзаются в облачную даль, а внизу несет свои быстрые воды река Фиатгон. В давние времена здесь находилась переправа, которая продолжалась дорогой через перевал, по которому горцы везли торговые караваны на богатые рынки Ингушетии и Грузии. На вершине Кадаргаванского ущелья находится самый высокогорный в нашей стране мужской Аланский Свято-Успенский монастырь. После Северной Осетии мы посетим соседнюю республику Кабардино-Балкарию. Остановимся в ее столице, в городе Нальчике, который был построен в первой половине XVIII века как город-крепость. В наше время Нальчик это город-курорт, который утопает в пышной зелени и принадлежит числу самых благоустроенных городов России. В черте города и его окрестностях разместили санатории, питьевые источники, вода, грязи, лечебницы. Из Нальчика мы отправимся в Черехское ущелье, одно из красивейших мест с Кабардино-Балкарии. Здесь можно увидеть руины средневековых крепостей, древние надгробия и оборонительные башни. Виды настолько красивые, что останутся в вашей памяти на долгие годы. Из Черехского ущелья мы поедем смотреть Капстовый водоем. Таких водоемов республики всего пять, и они входят в список 100 чудес света России. Местные жители называют их Голубыми озерами. Посетим мы и главную достопримечательность Кабардино-Балкарии, высочайшую европейскую горную вершину Величественный Эльбрус. Это одна из самых красивых мест планеты. На вершинах Эльбруса всегда лежит снег, который не тает даже в летние месяцы. Эльбрус – спящий вулкан. Последняя его активность наблюдалась более 900 лет назад. В наше время многие ученые считают, что великан когда-нибудь проснется. Но произойдет это еще не скоро. Балкарцы называют Эльбрус Мингитау, в переводе с балкарского напоминающая тысячу гор. В наше время полюбоваться на вершину Эльбруса туристам помогает самая высокая канатная дорога России. Она работает круглый год. Зона катания обустроена на южном склоне горы. С нижней станции Поляны Азау туристы едут до верхней станции гора Баши на высоту 3840 метров над уровнем моря. Вот и подошло к концу наше путешествие по Северному Кавказу. Прекращаем Каковинку за книгами, которые помогут вам самостоятельно посетить эти и другие интересные места нашей Родины. Северному Кавказу 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 Кавказу